О главных событиях в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасия Ишменева. Доброе утро. В Челябинской области к саммитам Шосс и Брикс построят 24 гостиницы. Напомним, что проведение международных встреч на высоком уровне запланировано на 2020 год. Гостиницы возведут в областном центре, на свободных участках, а также на территориях известных долгостроев. По требованиям саммита принимающая сторона должна иметь не меньше 5-6 тысяч гостиничных номеров, пока их только половина от нужного числа. Отметим, что после саммита в здание переведут в жилой фонд, в некоторых организуют дома отдыха. Магнитогорцы не желают платить за капремонты. Долги с начала года выросли на 90%, а вот региональный оператор выполняет свои обязательства перед населением. Запланировано отремонтировать 111 домов. На это потратят почти 220 миллионов рублей. Хотелось бы еще раз обратиться к населению, что платить все-таки надо, никто этот закон отменять не будет. Это деньги идут не куда-нибудь, а на то, что ремонтируются дома именно в нашем городе. То есть это инвестиции в город. К ремонтам на многих объектах приступили, на других уже провели конкурсы и выбрали подрядчиков. Последние, напомним, несут ответственность и в случае некачественного выполнения работ будут устранять недочеты за свой счет. На участке с шоссе Западное проводится реконструкция полотна. Ранее здесь постоянно проседал грунт из-за подтоплений по распоряжению главы города. Сотрудники ДСУ решили реконструировать этот участок. Полностью снимут дорожное полотно для того, чтобы поднять его на высоту больше метра и положить водопропускную трубу. Это позволит избежать подтоплений. Оценить старания дорожников магнитогорцы смогут после открытия с 4 августа. Сельскохозяйственная перепись выходит на финишную прямую. В Магнитогорске уже опросили всех фермеров, а также составили полный перечень садовых товарищей. В остальной части работы по сбору данных выполнены на три четверти. Индивидуальное хозяйство граждан в городской местности 75 процентов и владельцев участков некоммерческих объединений 68. В период с 16 по 22 августа инструктор совместно с уполномоченным по вопросам переписи осуществляет проверку заполненных переписных листов и заканчивает проведение контрольных обходов. 15 августа переписчики завершат обход частных подворьей и садовых участков, а уже в сентябре приступят к обработке данных. Сегодня в Магнитогорске стартует неделя грудного вскармливания. В городе пройдет ряд мероприятий, направленных на популяризацию естественного питания младенца. Лекции прочитают в женских консультациях и родильных домах. О преимуществах грудного вскармливания перед искусственным расскажут специалисты. По их данным, количество мам, которые отказываются от смеси, увеличивается, что благоприятно отражается на здоровье новорожденных. Какая погода нас ожидает сегодня, узнаем через несколько секунд. Хорошего дня! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok